Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды». Это гастрономическая история. Это уже третий сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Итак, сообщество любителей этих историй вот уже почти год собирается на странице нашего подкаста в Патреон. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com slash sud, нижнее подчеркивание, «еды» и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Я очень внимательно читаю переписку с участниками этого сообщества, которое там вот на Патреоне собирается. И часто я в этих письмах нахожу идеи для будущих выпусков. И вот одна такая рекомендация заключалась в том, чтобы среди серий «Сути еды» было бы побольше историй конкретных готовых кушаний, готовых блюд. Что вот есть рецепты, которые тоже прожили свою собственную интересную жизнь, и в их судьбе есть что-то очень примечательное. И появляются какие-то необыкновенно интересные люди в этой судьбе. Действительно, таких сюжетов у нас до сих пор было меньше, чем тех, где я разбирал судьбу какого-нибудь исходного продукта, какого-то сырья. Ну, какого-нибудь фрукта, овоща, какого-то растения, какого-то животного, одомашненного человека. Но все-таки были борщ и бифстроганов, и была долна, и пицца была, хотя пицца, понятно, нам еще придется возвращаться, там явно сюжет остался невычерпанным до конца. Еще был хумус, была шаурма. Ну, вообще, можно считать, что и киевское сухое варенье, про которое я рассказывал, это тоже готовое блюдо. И мороженое, это тоже такое вот кушанье, или там класс кушанья, и не зря мороженому была посвящена целая эпопея, там три выпуска подряд. Все это тоже можно считать готовым блюдом. В общем, если пропустили это все, послушайте, истории, по-моему, вполне стоят того, чтобы с ними разбираться. А вот сегодня будет относительно молодое явление. Ему всего-навсего сто лет отраду. Ну, то есть, если быть точным, даже и станет 97. Совсем, можно сказать, вчера появилось на свете. Но сколько всякого увлекательного, сколько всякого удивительного, поразительного в эту историю уместилось. И за ним есть еще кое-какая серьезная теория, о которой тоже стоит поговорить. Ну вот, послушайте, сегодня про салат Цезаря. 22 сентября 2003 года британская газета Daily Telegraph опубликовала некролог о замечательной женщине по имени Роза Кардини. Она умерла далеко от Британских островов, в Калифорнии, в возрасте 75 лет. И вот там было сказано такое. Она превратила приправу для салата Цезарь, созданную ее отцом, в один из базовых продуктов современной мировой кухни и в миллионный бизнес. Хотя происхождение салата Цезарь вызывает жаркие споры среди гурманов, общепринятая версия гласит, что впервые он был популяризирован в Соединенных Штатах в конце 1920-х годов итальянским иммигрантом, урожденным Чезаре Кардини. Он и его брат Александра переехали в Сан-Диего из Милана после Первой мировой войны, а затем решили открыть ресторан прямо через границу, в Тихуане, Мексика, чтобы привлечь американцев, тоскующих в условиях сухого закона. Семейная легенда, многократно подробно пересказанная Розой, гласит, что в день независимости... Ну, то есть 4 июля, да? День независимости американский. Когда у нас? В день независимости 1924 года поток посетителей ресторана был настолько оживленным, что на кухне стало не хватать продуктов. Кардини решил собрать салат из всего, что оставалось. Это был салат рамен, оливковое масло, сырое яйцо, чеснок, сыр пармезан и вустерский соус. Первоначально заправку смешивали за столом и использовали, чтобы макать в нее листья салата, которые выкладывались вместе с черешками на блюда. Их просто можно было брать руками в соответствии с традиционной итальянской манерой. Это новое блюдо, названное Цезарем в честь его создателя, вскоре стало популярным среди приезжих голливудских звезд и, как говорят, было представлено в Европе миссис Уоллес Симпсон. Ну, слушайте, если уже самой миссис Уоллес Симпсон, то просто нечем крыть для любого британца, для читателя английской газеты. Это совершенно убийственный аргумент. Речь идет о Бесси Уоллес Симпсон, герцогине Виндзорской. В 1937 году она стала официальной супругой герцога Виндзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII. Он, собственно, перестал быть королем, потому что решил на ней жениться и ради этого отрекся от престола. Она была дважды разведенная американка, и царственное семейство, и британский парламент, и всякие политические круги ясно дали понять, что они ее не примут в качестве королевы. И вот в декабре 1936 года он отрекся от престола. Эта самая Уоллес Симпсон была довольно загадочной фигурой. И историки десятилетиями спорили, в чем была сила и в чем природа ее поразительных чар. Того влияния, которое она оказывала на этого самого завидного в мире холостяка, которого она загробастала. Она была, конечно, очень обаятельная, хотя это было то, что деликатно называют неклассической красотой. Такая довольно крупная угловатая фигура. Широкие плечи, как у какой-нибудь пловчихи. У нее были довольно резкие, крупные черты лица. У нее была тяжелая челюсть. У нее на подбородке справа, кажется. Справа, да. Была здоровенная, выпуклая родинка. Ну и потом она говорила на довольно особенном английском языке, с таким очень раскатистым, очень лихим американским акцентом. Циркулировали упорные слухи, что миссис Симпсон с одним из своих предыдущих мужей успела пожить в Китае, и что там она будто бы овладела какими-то древними тайнами китайского искусства любви, а заодно еще приемами психологической манипуляции. Ну и вот широкое хождение имело шутка, что миссис Симпсон способна любую спичку заставить чувствовать себя сигарой. Ну, честно говоря, я не очень точно представляю себе, что тут имеется в виду, и, в общем, вам не советую. В общем, мы отвлеклись. На самом деле нам важно вот что, что эта самая Симпсон, похоже, действительно сыграла какую-то очень важную роль в судьбе Салата Цезарь, потому что стала его, как бы теперь сказали, амбассадором, стала его таким активным пропагандистом на всю Европу, а к ней, конечно, очень присматривались. И вот историки британской королевской семьи, журналисты, которые традиционно пишут о британской королевской семье, они много раз упоминали, что вот во всех путешествиях по Европе, а вот этот несостоявшийся Эдуард VIII и Уоллес Симпсон бесконечно передвигались по Европе туда-сюда, роль Салата Цезарь была исключительно велика. Они его страстно любили, без конца требовали в разных ресторанах, которые попадали, а часто, конечно, они попадали во всякие шикарные, знаменитые рестораны. А поскольку Цезарь тогда был относительно свежим изобретением, дело было в конце 30-х годов, а появился он на свет, как мы с вами только что узнали в 24-м году, так вот поскольку это было относительно свежее изобретение, то совсем не все повара, даже в этих шикарных, знаменитых заведениях, были в курсе, что это и как это готовится. И вот Уоллес Симпсон им объясняла и показывала рецепт, и всячески настаивала, чтобы они попробовали это приготовить для нее, и многие не могли устоять, и готовили. И вот тут же ставили этот эксперимент, а они тут же снимали пробу. И вот таким способом герцог Виндзорский, герцогиня Виндзорская, посеяли по всей Европе моду на этот новый салат во многих европейских столицах. Выше был рецепт в этом самом тексте из Daily Telegraph. С ним, по-моему, все совершенно понятно. Единственное какое-то сомнение может возникнуть при упоминании вустерского соуса. Вы знаете, что такое вустерский соус? Вообще, это название пишется по-английски с таким количеством всяких лишних букв, каких-то непроизносимых слогов, что в результате этот соус называют то вустерширским, то каким-то вустер-чер-шер-тырским. Ну, в общем, очень длинно, очень сложно, а на самом деле он просто вустерский. Не обращайте внимания на лишние буквы. И это один соус из семейства вот этих восточно-азиатских всяких рыбных соусов, которые в больших количествах понаехали в Англию в период, когда Англия была великой колониальной державой, и когда у нее были владения в Индии, и там дальше, в Бирме, в разных других местах. И вот этот соус тоже был привезен в Англию в середине 1830-х годов одним отставным офицером, который воевал в Бенгалии, то есть в Индии, собственно, а потом вернулся на пенсию и поселился у себя дома в графстве в Устершир. Это прямо посередине Англии. И вот экзотический индийский рецепт получил такое сугубо английское название по имени этого графства. У этого соуса очень интересная судьба. Мы когда-нибудь обязательно про это поговорим подробно. Он стал популярен на весь мир. Есть несколько компаний, которые сделали на его продажах просто колоссальные деньги. Прежде всего, это Хайнс, всем известный. Ну, и еще есть компания, которая специально на этом в Устерском соусе продвинулась. Она называется Лиэнд Перрис. Ну вот, вот это самое официальное признание, если не считать миссис Уоллес Симпсон, как везде-везде-везде написано, куда вы не полезете читать, обязательно упоминание об этом найдете. Официальное признание салат получил в 1953 году. То есть, всего-навсего через 29 лет после его формального изобретения. Когда Международное общество эпикурейцев, так называется, собрание ведущих шеф-поваров Парижа, назвало этот рецепт величайшим вкладом Америки в мировую кухню. Ну, вообще, это, видимо, какой-то апокриф, потому что ни в каких источниках невозможно найти подтверждение этому историческому голосованию. И вообще, все это таинственное эпикурейское общество шеф-поваров Парижа, это какое-то исключительно американское изобретение. Никаких особенных следов этой могущественной организации, там, во французских источниках, кстати, найти невозможно. И нет ничего, никаких записей, никакой процедуры, что там были приняты какие-то голосования еще по каким-то таким странным вычурным номинациям, величайший вклад чего-то такое в отчего-то такое. В общем, легенда. Этих легенд очень много в истории Цезаря. Но разобраться с его происхождением можно и разбираться довольно просто, потому что, в общем, одна и та же история с одними и теми же именами, с одними и теми же датами, с одними и теми же обстоятельствами повторяется снова и снова, и документальные свидетельства теперь уже имеются. И, в общем, мы можем не сомневаться, что дело было вот в середине 1920-х годов в городе Тихуана. Это крупнейший город мексиканского штата Нижняя Калифорния. И он находится на самой границе с Соединенными Штатами. Он существует до сих пор напротив, по ту сторону границы Сан-Диего. И вместе с Сан-Диего он образует такую довольно большую агломерацию и сегодня. А в 20-х годах вот эта граница между Сан-Диего и Тихуаной имела довольно большое коммерческое значение. Потому что это было время сухого закона. С 1920-го по 1933-й год, вы, наверное, помните, в Соединенных Штатах действовал сухой закон. Была для этого принята специальная поправка к Конституции, 18-я поправка, которая запретила производство, перевозку и торговлю торговлю алкогольными напитками. Ну и импорт, и экспорт через границу Соединенных Штатов тоже был запрещен. Но поразительным образом права американцев не должны были быть затронуты. И свобода американского гражданина обладать тем, что ему нужно, вот неприкосновенность частной собственности и так далее, тоже оказались выше. И в результате получилось, что производство, перевозка, торговля, импорт, экспорт запрещены, а вводить спиртными напитками никто вам не запрещает. И потреблять их тоже никто не запрещает. Поэтому сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда, если вы уже где-то раздобыли бутылку, то никто не имеет права у вас спросить, где вы ее взяли, и почему она у вас есть. Или если вы там надрались, предположим, то тоже никто не может у вас спросить, а чем это ты напился, товарищ? Запрещено же. Имейте полное право владеть и потреблять. И это создало почву, как вы, наверное, помните, по многочисленным образцам литературы и кинематографа, богатейшую почву для всякого нелегального бизнеса, для воин всяких гангстерских группировок, которые этот бизнес контролировали. В общем, это была целая большая эпопея. В 1933 году пришлось опять принимать конституционную поправку для того, чтобы отменить ту 18-ю поправку, которая была признана неудачной и вредной. А тем временем, на протяжении всего этого времени, вот этих 13 лет, пока сухой закон существовал, приграничные города и с канадской стороны, и с мексиканской стороны становились очень популярным местом такого алкогольного туризма. И туда американцы ездили напиваться. И, в частности, вот в эту самую Тихуану. Она была недалеко, как, собственно, и Сан-Диего, недалеко относительно от Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес уже тогда развивался довольно бурно, как кинематографическая мировая столица. И вот эти поездки в Тихуану стали таким модным развлечением для всех вот этих околокиношных, окологолливудских, лос-Анджелесских кругов. И было принято собираться таким большим караваном на многих машинах, ехать туда и там, значит, гудеть, что называется. И в этом смысле ресторан Цезаря Кардини был расположен чрезвычайно удачно. А к тому же еще это было время большой золотой эпохи больших американских салатов. Ну, кто бывает в Соединенных Штатах, тот знает до сих пор эту манеру, что в меню почти каждого американского ресторана есть предательский раздел с названием «салаты». И если вы, что называется, не местный, вы рискуете очень сильно налететь, потому что вы заказываете себе салатик на закуску, а вам приносят громадную лохань, где горой лежит 3 килограмма нарезанных овощей, залитые литром заправки, и там еще пара фунтов какого-нибудь, как они это называют, протеина, то есть или курицы, или каких-нибудь креветок, или мяса, или грибов, ну, в общем, чего-то такого существенного. И вот это вам предлагают, конечно, салатика. Вот эти знаменитые большие американские салаты, они как раз начинались в 20-х годах и, может быть, немножко раньше, в 10-х, 20-х годах 20-го века, и тогда их появилось несколько таких, которые до сих пор очень знаменитые. Есть более серьезные всякие ответвления от основной версии, и главное такое ответвление – это родной брат Чезаре Кардиник, человек по имени Александра Кардиник, который довольно активно пытался себе приписать заслугу изобретения этого салата. Его версия заключается в том, что он еще за несколько лет до вот этого самого 4 июля 1924 года, который считается официальной датой рождения великого рецепта, он будто бы еще за несколько лет до этого внедрил в этом же самом ресторане в Тихуане, в котором он владел вместе с братом, такой же точно рецепт, но только с одним важным дополнением. Там были анчоусы, растертые в пасту. Этот салат назывался «Салат-авиатор». Сам этот Александр действительно был летчиком, и он успел до эмиграции в Соединенные Штаты поучаствовать в Первой мировой войне, был таким настоящим асом, пилотом итальянских ВВС, потом переехал в Америку и продолжал там летать, хотя уже на таком любительском уровне. У него было много друзей пилотов, в частности военные с авиабазой, которая недалеко там была расположена, Роквилл Филд, недалеко от Сан-Диего. Вот он, значит, в честь этих самых своих друзей назвал свой любимый салат «Авиатор». Он же, похоже, был первым, кто стал говорить, что этому самому авиатору не повредят крутоны. Крутоны – это сухарики, это кубики белого хлеба, обжаренные в оливковом масле с чесноком. Серьезные историки говорят, что Цезарь Кардини был категорически против и анчоусов, и крутонов. Говорят, что это все совершенно лишнее. А вот этот легкий рыбный привкус, он должен появляться просто от вустерского соуса, где он и так есть. А все остальное, я говорил он, кроме вустерского соуса, это настоящие итальянские, или, во всяком случае, итальянского качества продукты. Лучший итальянский пармезан, лучшее итальянское оливковое масло, лучший итальянский уксус, салат по возможности импортный. Ну, салат из Италии, конечно, никто не возил, но должен быть салат рамен, такого как бы итальянского сорта. Я тоже очень люблю салат рамен, он чуть-чуть горчит, но это, по-моему, его только украшает, и это такие плотные качанчики из хорошо сформировавшихся хрустящих листьев. Я, признаться, этот сорт предпочитаю любому другому. Цезарь Кардини тоже был со мной согласен. И вот сторонники этой самой классической теории, что вот, дескать, именно Цезарь Кардини, а не кто другой, и без всяких анчоусов это придумал, анчоусы здесь являются таким индикатором, чье это, настоящее, ненастоящее, от Цезаря или от Александра. Вот в качестве основного аргумента предлагается сохранившееся меню ресторана Кардини. Это уже чуть более позднее время, это они уже уехали из Тихуаны, переехали на территорию Соединенных Штатов, сначала в Сан-Диего, а потом в Лос-Анджелес. И вот это из лос-анджелесской эпохи, 46-й год, самое раннее из сохранившихся документальных подтверждений существования Цезаря. И там есть интересная очень вещь, там в меню упомянут салат Цезарь, а двумя строчками ниже упомянут салат из листьев рамен с пармезаном и анчоусами. То есть это было два разных салата. Если бы в Цезаре тоже был пармезан и анчоусы, то вряд ли тогда существовала бы отдельная строчка. Говорят сторонники чистоты. Так что давайте считать, что так на самом деле оно и было. Есть еще очень мощный вклад, который в это во все внесла Джулия Чайлд. Я много раз рассказывал о ней в разных своих выпусках. Джулия Чайлд стала выдающейся телезвездой, много десятков лет вела шоу на разных американских телеканалах. Ее кухня целиком была аккуратно вывезена из ее дома и смонтирована в музее американской истории. Религиозно во всех подробностях как большая реликвия, как храм. И вот она, конечно, внесла огромную роль в американскую гастрономическую культуру и внедрила в американскую традицию огромное количество разного рода европейских обычаев, европейских рецептов. Но вот в данном случае она стала пропагандистом салата Цезарь. И в одной из своих книг, книге, которая называлась «С кухни Джулии Чайлд», она вышла в 1975 году, описывала подробно, как ее родители посещали тот самый ресторан в Тихуане и взяли ее с собой. И вот она пишет. Цезарь сам подкатил большую тележку к столу, высыпал ромен в большую деревянную миску. И я хотела бы сказать, что помню каждое его движение, но это не так. Единственное, что я снова четко вижу, это яйца. Я вижу, как он разбивает два яйца на салат и размешивает их. Зелень становится кремовой. Когда яичный желток стекает по ней, два яйца в смятку в салате, сваренные за одну минуту. И гренки с чесночным ароматом, и тертый сыр пармезан. Этот салат стал сенсацией от побережья до побережья. И даже ходили слухи о его большом успехе в Европе. Ага, гренки, значит, уже появляются. Значит, она довольно поздно там оказалась. Через полминуты продолжим. А пока я хочу только вам сообщить, что на сайте Литрес вы можете найти коллекцию из первых 12 серий «Судьи еды», собранных в виде аудиокниги. Если вы привыкли слушать именно аудиокниги, а не подкасты, за рулем, на беговой дорожке в спортзале, гуляя с собакой или просто греясь на солнышке, это как раз для вас. Скачайте на Литресе и загрузите в смартфон пока первую коллекцию. А мы вот-вот выложим и вторую. Там уйдут сборник со следующей дюжиной истории. Ну и, наконец, чтобы совсем уже запутаться в хитросплетениях этого семейного бизнеса, скажем, что есть еще два претендента внутри самого ресторана «Кордини». Это деловой партнер Чезаре Кардини и Алекса Кардини. Его звали Пол Маджора, третий совладелец этого ресторана. И еще совсем молоденький парень, помощник шеф-повара, которого звали Ливио Сантини, тоже родом из Италии. И в начале того же самого 24-го года он устроился на работу поваром к Кардини. И вот он утверждает, что это он немедленно после того, как его взяли на работу, решил ввести в меню какую-нибудь новость и предложил вот этот вот новый салат на основе рецепта, который он научился у своей собственной матери. К этой вот последней версии принято относиться более-менее серьезно. И даже на официальном сайте общества американских любителей салата «Цезарь» висит вопрос, кто создал салат «Цезарь»? «Цезарь Кардини» или «Ливио Сантини». Честно говоря, мы не присутствовали при рождении одного из самых известных блюд в мире, но мы, безусловно, чтим и отдаем должное уважение и мистеру Кардини, и мистеру Сантини, которые внесли в этот салат частицу своего таланта. Благородно, ничего не скажешь. Тем временем, эволюция этого рецепта, по мере того, как он продвигался по Америке, а потом пересек Атлантический океан и двинулся в Европу, эволюция проходила довольно быстро и коснулась одного очень важного для этого салата ингредиента, а именно лимона. Потому что первоначально там, вот в Тихуане, на мексиканской границе использовался, конечно, лимон мексикану, мексиканский лимон, он же лимон верде, он же лайм, как его назвали бы по-русски. А штука заключается в том, что в испанском языке желтый лимон и зеленый лимон называются одинаково лимон. Ну, если надо, то как-то дополнительно это уточняю. Лимон верде, например, то есть зеленый. В общем, короче говоря, по всему миру лайм был вытеснен обычным лимоном и сегодня, если вы попробуете этот салат в исполнении более или менее любого европейского ресторана, вы, конечно, получите его с лимонным соком. Когда в 36-м году мексиканское правительство приняло специальные законы, которые затруднили развитие горного бизнеса и вот этого вот алкогольного туризма в Мексику, поток посетителей в ресторане Кардини в Тихуане как-то сократился и семья переехала сначала в Сан-Диего, потом в Лос-Анджелес. И вот именно там в Лос-Анджелесе они впервые попробовали продавать готовый соус от этого самого их знаменитого Цезаря в бутылочках для дальнейшего домашнего употребления. Потому что первоначально было вот то, что описывала Джулия Чайлд. Со специальной тележкой к столу подъезжал человек со всеми ингредиентами там, посудой и инструментами и на глазах у посетителя готовил салат. Они даже придумали специальное наименование для вот этого вот служащего. Он назывался Инсаладеро, который готовил салат на этой вот тележке у стола. А тут появился готовый дрессинг. То есть вот заправка Цезарь и дочери Чезаря Кардини, Розе Кардини, вот той самой, с которой начался наш рассказ. Ей было в этот момент ровно 10 лет и она принимала участие в торговле. Она целыми днями либо с самим отцом, либо с кем-то еще из семьи, либо с кем-то из сотрудников ресторана выстаивала там за прилавком на ярмарке, рекламируя этот самый соус. К концу века, к 1990-м годам каждый четвертый салат, который вообще продавался в американских ресторанах, а я еще раз скажу, для американских ресторанов очень характерна эта манера есть огромные салаты в качестве основного блюда. Так вот, каждый четвертый салат был салатом Цезарь. Хотя там были в его истории всякие сложные времена, например, был период, когда и в Калифорнии, и в целом ряде других американских штатов были приняты законы, которые ограничивали использование сырых или почти сырых яиц в блюдах, которые подаются в ресторане, а вот это яйцо, которое присутствует в Цезаре, это то, что называется яйцо в смятку. Одна минута варится такое яйцо, оно совсем жидкое, но, во всяком случае, желток жидкий совершенно, белок жидкий наполовину, но любовь все-таки к этому рецепту была слишком велика, и были всякие протесты, и в какой-то момент даже эти ограничения, а на самом деле это описывалось там борьбой с сальмонеллезом и всякой другой заразой, которая может сохраняться в сырых яйцах, в какой-то момент все эти законы были либо сильно смягчены, либо вообще упразднены. В 48-м году Кордини, еще сам Чезаре Кордини, получил патент, патент на заправку, но не на наименование, которое к этому моменту уже распространилось так широко, что его юристы его предупредили, что они с ума сойдут бороться со всеми, кто использует это название, салат Цезарь. Важнее, чтобы платили за использование формулы, особенно в тех случаях, когда заправка продается в магазинах в готовом виде, к этому моменту уже стало понятно, что это очень важная часть бизнеса, и на этом можно заработать очень серьезные деньги. И после смерти Чезаре Кордини в 56-м году его дочь Роза возглавила весь бизнес. Это уже была большая компания, которая называлась Цезарь Кордини Food Incorporated, получила патент уже теперь на блюдо в целом с использованием этой заправки, укрепила свои права на состав соуса, добавила еще 17 разных салатных заправок в ассортимент своей компании, и, в общем, привела компанию к процветанию. И вот этот бренд Кордини к концу века стал чрезвычайно известным в Америке, и до сих пор во многих больших супермаркетах вы можете видеть всякие салатные заправки с этим именем. Там всякие были, конечно, рекламные компании, всякие крупные шумные рекламные акции. Самый известный это 88-й год. Там же вот в Тихуане ради такого дела они вернулись на мексиканскую территорию. Сама Роза Кордини руководила приготовлением Цезаря на 3000 человек. И для этого они там соорудили такую бетонную ванну, даже не назовешь это салатницей, длиной 4 метра. И в ней вот этот салат замешивали. Я все-таки бы предложил как-то повнимательнее к этому рецепту присмотреться, потому что это, конечно, удивительный пример того, как чрезвычайно простое изобретение из небольшого количества очень обыкновенных и очень естественно обработанных ингредиентов дает совершенно поразительный результат. но это именно тот случай, когда тщательность обработки, когда очень внимательное, очень аккуратное следование каждому приему имеет большое значение. Это вот то блюдо, которое нужно готовить, не торопясь, и для которого нужно очень тщательно, любовно подбирать и ингредиенты, и инвентарь, что называется. Ну, например, почему деревянная миска? Я действительно должен подтвердить, что деревянная миска имеет значение, потому что для Цезаря используется очень своеобразная метода внедрения чеснока. Чеснок же можно по-разному запихнуть в еду, которую вы готовите. Можно целиком зубчики положить, можно его нарезать крупно, мелко, так, сяк, нарубить, раздавить в пасту или в этой чеснокодавилке, или натереть на терке, и все это будет разные чесноки. Они будут по-разному пахнуть, где-то будет больше вкуса, меньше запаха, где-то будет меньше запаха, больше вкуса. Хороший повар этим владеет, и хороший повар понимает, в каких ситуациях как надо обходиться с чесноком. Да еще и в каких-то ситуациях он бывает сырой, а в каких-то ситуациях его нужно, скажем, предварительно обжарить в оливковом масле, а иногда еще бывает, что надо обжарить в оливковом масле и выбросить, а использовать только само масло, которое пропиталось этим запахом и вкусом. Так вот, в случае с Цезарем берется деревянная миска, и ее натирают чесноком. Точнее не так, ее не натирают чесноком, об нее и стирают чеснок. Трут его об стенки до тех пор, пока он весь там не останется, пока он весь не превратится вот в такой слой, тонкую пленку, размазанную по стенкам и по дну этой большой деревянной миски. А потом уже все остальное. Есть такой сайт, очень хороший, я его очень люблю, он называется Serious Food, серьезная еда, где подробно разбираются с происхождением и с особенностями разных известных, широко распространенных рецептов. И вот они там отзываются на вот эту официальную и, по всей видимости, справедливую версию происхождения Цезаря, когда в День независимости много народу, ничего не осталось, надо собирать салат из тех немногочисленных ингредиентов, которые есть на кухне. Интересно, пишут они, чем руководствовался администратор ресторана, если в его запасах оказалось больше ромена, чем всего остального. Хотя отличительной чертой каждой истории происхождения всякого гастрономического супергероя обычно являются неожиданно поздние гости ресторана, странные запасы в кладовых и дикие инновационные манеры Шавкова. Все это обычные отличительные черты любой хорошей истории о происхождении любой знаменитой еды. Ну, хорошо сказано и, в общем, справедливо, по-моему. Давайте внимательно пройдемся просто по основным ингредиентам. Салат, прежде всего. Салат должен быть очень хрустящим и очень качественным. Я вам советую победить на время в себе всякую склонность к экономии и к рациональному использованию запасов. Возьмите хорошую головку салата ромена и безжалостно с нее обрывайте и выбрасывайте внешние листья. Один слой, другой слой, третий слой. До тех пор, пока вы не доберетесь до того слоя, где точно нет ни одной даже малюсенькой точечки увядания, где совсем молодые, очень хрустящие, очень свежие, очень приятные на ощупь и на запах молодые листья. Вот с этим сердцем качанчика салата ромен и имейте дело тогда, когда вы делаете цезарь. И не рубите его мелко-намелко. Скорее всего, если головка не очень большая, вам подойдут прям целые листья. Ну, в крайнем случае, можете их разлить пополам. Или там, если головка очень большая, то на три части. Но, скорее всего, если у вас в руках остались вот эти лопухи, значит, вы пожадничали. Значит, вы верхние слои не сняли и не выбросили. Снимите и выбросьте. И вот, таким образом, подготовленный салат. Крупные листья складываются в эту миску, предварительно натертую чесноком. Дальше сухарики. Важная очень вещь. Прежде всего, тут тоже приходится отказываться от всяких потуг и склонностей к экономии. Не используйте для этого черствый хлеб, а тем более готовые сухари. Возьмите свежего хлеба, нарежьте на кубики, полейте оливковым маслом, перемешайте руками, посолите, поперчите, посыпьте мелко-мелко натертым каким-нибудь очень твердым сыром. Ну, не обязательно пармезаном, но чем-нибудь, что делает вид, что он пармезан. И все это поджарьте в духовке, время от времени перемешивая. Должен появиться не суррогат, а какой-то прямо вот высококачественный продукт, который хочется просто так отдельно съесть. Я не сомневаюсь, что половину съедите, когда вытащите это из духовки. Но если все-таки что-нибудь останется, пусть пойдет в салат. Кстати, имейте в виду, что если вы добавляете туда чеснок, то это тоже надо делать с пониманием, потому что чеснок в духовке может сгореть, если вы просто насыпьте его туда кусочком. Лучше всего натереть или мелко измельчить каким-то образом чеснок, смешать его с оливковым маслом, потом, может быть, продавить через металлическое ситечко или через чеснокодавилку, и вот этой вот смесью как бы обмазать ваши кубики хлеба. Сыр. Сыр существует в Цезаре в двух видах, даже в трех. Во-первых, тот, который вы использовали при жарке этих самых сухариков. Во-вторых, тот, который вы запустили для того, чтобы смешать его с заправкой. Мелко-мелко, очень мелко натертый сыр. И, наконец, третий, тот, который, наоборот, не натертый, а скорее наструган стружками. Я, например, использую для этого боковую поверхность вот обычной квадратной кухонной терки. Знаете, у нее там такие щели косые. Обычно не очень понятно, зачем они нужны. Вот для этого как раз и нужны. Вот с помощью этих щелей, двигая по ним просто большим куском сыра, можно получить вот эти самые стружки. Они еще иногда так красиво завиваются. Используйте и то, и другое, и третье. И сыр для сухариков, и сыр, замешанный в заправку, и сыр более крупными стружками, которым посыпано сверху. Ну и вот, наконец, мы дошли до заправки. На самом деле, конечно, несмотря на всю нашу любовь к традиции, я бы сказал, что взбить сначала хороший майонез, а потом добавить в него все то, что необходимо для Цезаря. Мелко натертый сыр, вустерский соус, перетертые в пасту анчоусы. Вот это и получится то, что работает лучше всего. Потому что такой соус будет эмульгированным, что называется. То есть превращенным в стабильную эмульсию. А не просто смесь ингредиентов, которая достаточно быстро у вас разделится, пока вы этот салат будете мешать. Более жидкие, то есть лимонный сок, прежде всего уксус, стекут на дно, а более густые, яичные желтки, горчица, которую вы там используете, вот эта самая паста из анчоусов, сыр, все это прилипнет к вашим листьям. И вот здесь мы с вами окунаемся в некоторую теорию. Я произнес слово эмульсия, и хорошо бы нам с вами понять, что соус для Цезаря, вот этот самый знаменитый, это просто частный случай, может быть, один из самых распространенных, может быть, один из самых известных, самых популярных и самых удачных, и самых остроумно придуманных, но частный случай классического салатного винегрета. Через минуту продолжу. А пока напомню, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Этот подкаст требует большого труда и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. За этот год на Патреоне, это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. Для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия со всякими увлекательными подробностями, с дополнениями, с ответвлениями от основного сюжета. Она доступна только подписчикам на Патреоне. А еще мы время от времени встречаемся в прямом эфире в стриме на Ютюбе, тоже в режиме «Только для своих» и обсуждаем насущные историко-гастрономические темы. Ну и, наконец, я там же, в Патреоне, выкладываю постепенно свою собственную коллекцию кулинарных рецептов. Проверенных, надежных, честных. Я много раз так готовил и вам советую. Это всегда получается. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Патреон и подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. Патреон.ком Слэш суд нижнее подчеркивание еды. Большое спасибо. Слово «винегрет» на русском языке имеет, конечно, некоторое особенное и странноватое значение. Мы с вами хорошо помним про существование в русской кухне винегрета, то есть салата из вареной свеклы, вареной картошки, соленых огурцов, зеленого горошка и всяких прочих прекрасных овощей. Во всем мире винегретом называют нечто совсем другое. Во всем мире винегрет – это смесь из масла и уксуса, из жирной среды и кислой среды, которая образует непрозрачную взвесь, эмульсию. Вообще, с научной точки зрения, что такое эмульсия? Эмульсия – это смесь двух жидкостей, одна из которых образует некую стабильную среду, а другая в виде маленьких капелек взвешена в ней. Есть целая большая теория этих самых эмульсий и того, что следует считать дисперсной средой, то есть вот этой основой, которая составляет больший объем в эмульсии, а что считать дисперсной фазой, то есть второй жидкостью, которая, собственно, в виде капелек там плавает. И, соответственно, бывает эмульсия, которая представляет из себя масло в воде, а бывает эмульсия, которая представляет из себя воду в масле, в зависимости от того, чего там больше, что находится в каком состоянии, что является основой, а что внесенным дополнением. Есть множество разных веществ, которые используются человеком для того, чтобы эта эмульсия не расслаивалась, не распадалась опять. Самый распространенный из них – это лицетин. Это такой особый белок, вещество, которое впервые было обнаружено в яичном желтке, откуда, собственно, его и название. Лейкитос, лецитоз – это вот по-гречески есть желток. Но сегодня этот лицетин вырабатывают чаще всего из соевого масла или из масла подсолнечного. И когда вы видите на этикетке какой-нибудь купленной еды о том, что там имеется пищевая добавка Е322, не удивляйтесь, ничего страшного, это просто вот этот самый лицетин. Это эмульгатор. Это вещество, которое позволяет эмульсии оставаться стабильной, не расслаиваться, не распадаться, где только этого эмульгатора нет. Он в разных молочных изделиях, и во всяких кремах, и начинках, в кондитерских изделиях. Он есть в шоколаде, он есть в мороженом, он есть везде. А вообще самая распространенная на свете эмульсия, самая знакомая вам, и самая понятная, и самая какая-то родная – это молоко. И это, по существу, шарики молочного жира и разных других важных для молока веществ, которые плавают в воде. И вот, собственно, и получается молоко. Так вот, человечество изобрело эти эмульсии в качестве заправок для своих салатов, в качестве украшений для своих овощей. Основа – это чаще всего три части масла, одна часть уксуса и немножечко горчицы в качестве такого вот естественного эмульгатора. Горчицы тоже есть этот лецитин, и горчица традиционно используется вот для того, чтобы делать соусы, эмульсии более стабильными. А дальше начинаются варианты, и вариантов этих невероятное количество. Прежде всего, варианты использованного масла. Чаще всего мы с вами думаем об оливковом масле, но дальше начинается множество других, более или менее нейтральных по вкусу и по запаху. Соевое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное, еще бывает какое-то сафлоровое, бывает арахисовое, бывает масло из виноградных косточек. Французы, например, его очень любят и довольно часто его используют. В Юго-Восточной Азии масло из рисовых отрубей, а там в Китае, в Японии или, например, на Ближнем Востоке, кунжутное масло используется особенно активно. А у северных народов, и в частности, кстати, у славян это тоже было, есть еще и льняное, конопляное. В общем, масел огромное количество, даже если не обращать внимания на появившиеся в последнее время всякие шикарные экзотические варианты, типа масел, которые выдавливают из косточек всяких фруктов. Есть ореховые, абрикосовые, самые разные. Миндальное существует масло, фундучное. Каждая из них даст вам свой собственный винегрет, свой собственный характер этой самой заправки. И вот тут я бы хотел поговорить об одном поразительном человеке, имя которого связано вот с этой самой теорией винегретов, теорией салатных заправок, и которая своим именем эту теорию, эту историю очень украсила. Этого человека звали Жон-Антельм Брия-Саваран. Он родился в 1755 году в Савое. Ну, Савое – это нижний правый угол сегодняшней Франции. Крайний юго-восток, предгорье Альп. Там много, например, горнолыжных курортов, поэтому многие, кто приезжают во Францию, думают о Савое, мечтают о Савое, вообще знают о Савое. Ну, в те времена, в 18 веке, Савое вовсе не была частью Франции, а была она вместе с Пьемонтом и Сардинией частью Сардинского королевства, очень влиятельного, сильного по тем временам европейского государства, которое стало одной из основ, из которых потом появилась Италия. Так вот, этот самый Брия-Савара, который происходил оттуда, из Савое, по профессии был юрист. И вообще он происходил из семьи, традиционно связанной с юриспруденцией. Там мужчины от отца к сыну много поколений передавали все вот эти вот юридические профессии, служили они или судьями, или адвокатами. Там были всякие тонкости и сложности там с наследственным правом, с имуществом, и из-за этого ему пришлось присоединить к своей фамилии Савара еще вторую половину. Брия, это родственная, была им ветвь, такая примыкающая к ним семья, и важно было, чтобы эти имена существовали вместе. И он в довольно молодом возрасте стал делать общефранцузскую политическую карьеру. Тут как-то вплотную подошли революционные времена. Он отправился в Париж, был депутатом генеральных штатов. Это такая попытка конституционного парламента, которую король Людовик XVI пытался учредить, но ничего из этого не вышло. Случилась революция, и образовалось национальное собрание в 1789 году. И вот там прославился этот самый Брия Савара, молодой адвокат, очень заметный, очень внешне привлекательный, высокого роста, красавец и такой краснобай. Выступал он, правда, несколько раз довольно своеобразно в поддержку смертной казни, как инструмента революции. А потом, когда с французской революцией начались всякие сложности, когда началась внутренняя борьба, когда революция начала, как известно, поедать своих детей, когда политики разделились на жерандистов и якобинцев, Брия Савара вынужден был бежать из Парижа, вернуться куда-то ближе к своей родине. Он был как раз жерандистом. Он относился к той партии, которая противостояла якобинцам, то есть там Джарбиспьеру, Дантону, Марату и всяким прочим знаменитостям. Они победили, а вот Брия Савара проиграл. Еще через некоторое время он должен был бежать от вот этих всех революционных мстителей сначала в Швейцарию, потом в Лондон. В Лондоне жил довольно трудно, давал уроки французского языка, потом отправился совсем уж на край света в Соединенные Штаты. В 1794 году прибыл в Нью-Йорк. Там в Нью-Йорке зарабатывал опять уроками французского и еще игрой на скрипке. Одно время даже был первой скрипкой в оркестре Нью-Йоркского городского театра. Ну, впрочем, это продолжалось не очень долго. В 1996 году он вернулся во Францию. И после этого 30 лет служил на разных государственных должностях, всегда более или менее связанных с французской системой юстиции. Был комиссаром трибунала в Версале, потом много лет судьей кассационного суда. Это была одна из высших судебных инстанций во Франции. Написал множество всяких юридических трактатов, исследовал теорию-практику французской юриспруденции, занимался проектами всяких политико-экономических реформ. Вот в 1790 году, например, у него вышла книга, которая была сборником его выступлений и речей о способах организации апелляционных судов. В 1801 году «Перспективы и проекты политической экономии». В 1808 году «Судебная теория». В 1814 году «Трактат о Верховном суде». В 1819 году «Исторический очерк о дуэлях в свете нашего законодательства и наших нравов». Видите, серьезная юридическая литература. И все это время во Франции распространялась его слава как человека, увлеченного совсем другим. Человека, который изучает французскую гастрономическую цивилизацию, который подвергает антропологическому анализу то, что такое французская кухня и как она связана с французским национальным характером и со всем культурным, историческим и этическим достоянием французской нации. Именно он, Брия Саварен, стал автором афоризма, который мы тысячу раз слышали и считаем его вечной классикой и даже какой-то банальностью. А на самом деле у него есть автор. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Он же говорил, что судьба любой нации зависит от обычаев ее пропитания. Он же писал, что принимать гостей значит заботиться об их счастье в течение всего времени, пока они находятся под вашей крышей. Он же вывел закон, что животные питаются, человек ест, но только одухотворенная личность способна по-настоящему наслаждаться едой. В декабре 1825 года в типографии был отпечатан главный труд его жизни под названием физиология вкуса, физиологи дю гу. Очень важно понимать, что слово физиология в то время имело совсем не то значение, как сегодня. И физиологии называли все, что связано с человеческими жизненными обстоятельствами, что-то вроде образа жизни. Вот так мы это называем теперь. Это было скорее антропологическое понятие, ближе к философии человеческого общества. Он пытается там обнаружить связь между гастрономией и политикой. Он объясняет, как с течением истории развивается искусство, вот всего, что связано с организацией застолья, как это все влияет на развитие общества. Он пишет о политиках, как о людях, которые просто не могут быть властными и влиятельными, если они не владеют языком гастрономии, который, как он там пишет, сочетает в себе афинскую элегантность, римскую роскошь и французскую изысканность. Между прочим, он даже о диетах умудрился там написать. И именно его можно считать основоположником такой распространенной сегодня теории еды, как низкоуглеродная диета. Это он стал первым писать, что вот хлеб, мука, сахар, всякие такие вещи, это штука вредная и ведет к ожирению, и влияет на состояние здоровья, и что без этого хорошо было бы как-нибудь обойтись. И вот в конце концов в физиологии вкуса появляется эпизод, который как раз имеет прямое отношение к тому, о чем мы разговариваем сегодня. И это некоторый первоисточник мировой теории винегретов и салатных заправок. И, следовательно, это можно считать такой про-историей салата Цезарь с его знаменитейшим винегретом. Бриясо Варен в этой самой своей книжке рассказывает историю некоего французского дворянина, который вынужден был жить в изгнании в Лондоне. И вот он там с трудом зарабатывал себе на жизнь, несмотря на блестящее происхождение и всякие славные заслуги в прошлом. Вот он пишет. Он был из лимузена. И если мне не изменяет память, его звали Добиньяк или Дальбиньяк. Хотя его пропитание было сильно ограничено плохим состоянием его финансов, тем не менее однажды он обедал в одной из самых известных таверн Лондона. Он был одним из тех, кто придерживается системы, что можно хорошо пообедать одним блюдом, если оно превосходно. Пока он доедал сочный рост, пять или шесть молодых людей из первых семей, этакие Дэнди, развлекались за соседним столом. И один из них встал и подошел к нему и сказал вежливым тоном, «Месье, французы говорят, что ваша нация превосходит всех в искусстве приготовления салата. Не будете ли вы так добры помочь нам и приготовить его здесь для нас?» Дальбиньяк согласился после некоторых колебаний, попросил все, что считал необходимым для создания ожидаемого шедевра, вложил в него все свое старание и имел счастье добиться успеха. Пока он исполнял свой рецепт, он откровенно отвечал на вопросы о своем нынешнем положении. Он сказал, что он эмигрант, он признался не без некоторого смущения, что получает помощь от английского правительства, что, несомненно, позволило одному из молодых людей сунуть ему в руку банкноту в пять фунтов стерлингов, которые он принял после легкого сопротивления. Он дал свой адрес и через некоторое время после этого был несказанно удивлен, получив письмо, в котором его в самых лесных выражениях просили приехать и приготовить салат в одном из самых красивых отелей на Гровных сквер. У него было время подумать о работе, который он должен был сделать, поэтому ему посчастливилось снова добиться успеха и на этот раз он получил такое удовольствие, что не смог бы отказаться от него без ущерба для себя. Первые молодые люди, которых он развлекал, как можно предположить, преувеличенно высоко оценили достоинство салата, приготовленного для них. Вторая компания наделала еще больше шума, так что репутация Дальбиньяка быстро распространилась. Его стали называть модным мастером салатов, и в этой стране жаждущие новинок все самые элегантные люди в столице Трех Королевств умирали за салат в манере французского джентльмена. I die for it. Так принято было там выражаться. Дальбиньяк, как человек решительный и предприимчивый, воспользовался увлечением, источником которого он стал. Вскоре у него появился экипаж, чтобы быстрее доставлять себя в различные места, куда его звали, и слуга, перевозивший в Несесерии из красного дерева все ингредиенты, которыми он обогатил свой репертуар, такие как уксусы разных вкусов, масла с фруктовым вкусом и без, соя, икра, трюфели, анчоусы, кетчуп, мясные соки и даже яичные желтки, которые являются непременным ингредиентом майонеза. Позже он сделал похожие наборы, которые полностью снаряжал и продавал их сотнями. Наконец, следуя своей линии деятельности с точностью и мудростью, он сумел сколотить состояние больше, чем 80 тысяч франков, которые перевез во Францию, когда наступили лучшие времена. История этого мастера, этого маэстро салатных заправок, который положил начало европейской моде на всякие винегреты, она стала очень популярной. И ее воспроизводит несметное количество всяких научных, полунаучных и совсем ненаучных источников, в том числе кулинарных книг и путеводителей. Это просто любимый анекдот гастрономических историков. И понятно, что очень хотелось бы вычислить, а кто этот таинственный французский дворянин, вот этот Добиньяк или Дальбиньяк, которого Брия Саварен так подробно описывает. И вот есть множество исследователей, которые предпринимали такие попытки. Чаще всего у них получалось, что речь идет о реально существовшем во Франции в 18 веке человеке по имени Нуи Александр Барон Дальбиньяк Дарр. Он родился в 1739 году, был доблестным французским генералом, сначала воевал во всяких заморских владениях Франции и Белугийском океане, потом, когда наступила Великая Революция в самой Французской Республике. Он участвовал еще в Семилетней войне в 1760-х годах. Он участвовал в кампании по усмирению Корсики в 1770-х. Потом он отправился в Пандишери, это столица французских владений на Индийском берегу. Там командовал целым полком, будучи сам подполковником, поскольку полноценных полковников во французских и индийских владениях тогда не хватало. Он оборонял этот самый Пандишери, когда начался конфликт с британцами и большая британская армия под командованием генерала Монро пыталась у французов отнять этот город. Потом он вернулся во Францию и там, как он сам писал, едва заслышав первый удар колокола революции, он отправился в боевые части революционной армии, служил на юге пред горья Хальп и сражался против всяких храилистов, которые там устраивали мятежи и восстания. Тоже в какой-то момент впал в немилость у вождей революции, ездил в Париж, выступал там перед национальным собранием, пытаясь отстоять свое честное имя, заявлял там, что он готов себя сложить генеральское звание, он к тому моменту уже стал генералом, и просто пойти простым добровольцем в национальную гвардию, ну и под конец своей жизни собрал много всяких таграт и орденов и от революционного правительства, и потом от Наполеоновской империи, и от реставлированной монархии, в общем, заметная историческая личность. Есть только одна проблема. Этот самый Луи Александр барон Дальбиньяк, на которую все показывают пальцем, как на основателя мировой теории салатных заправок, никогда не бывал в Англии, и никогда не бывал в изгнании, и никогда не добывал себе пропитание какими-то гастролями с приготовлением французских салатов. По всей видимости, Брияса Варен знал этого человека, как раз, когда тот служил в национальной гвардии и в революционной армии, в предгорьях Альп, на юге, там недалеко от Савоя, от собственно родных мест Брияса Варена. И гипотеза, которая, мне кажется, очень правильная, состоит в том, что под видом и под именем этого Дальбиньяка Брияса Варен просто изобразил самого себя. И это он зарабатывал удивительным искусством вот этого вот смешивания винегретов в Лондоне. И это он сам и был этим самым гордым благородным изгнанником, который готов был жить низким поварским ремеслом, сохранять независимость и достоинство. А в результате этого и появилась вся вот эта мировая теория салатов и винегретов. Физиология вкуса имела очень большой успех. Свет, она вышла только в 1826 году. Через несколько месяцев после того, как была отпечатана, ну, издатель из коммерческих соображений придержал тираж, а буквально через пару недель Брия Саварен умер. При удивительных обстоятельствах он простудился на церемонии, в которой принимал участие как представитель высшего кассационного суда. Это была церемония моральной реабилитации короля Людовика XVI. Происходило это все в традиционной усыпальнице французских королей в Сен-Дени. Там было холодно, сыро. Это был январь 1926 года, очередная годовщина казни короля Людовика. Ну, и вот у него там началось воспаление легких, и вскоре он умер. А осталась величайшая салатная теория. И с тех пор мировая гастрономическая практика, мировая гастрономическая индустрия принесла огромное количество обновлений в нее. За эти века изобретено невероятное множество всяких ингредиентов, всяких экзотических строительных материалов для салатных заправок. Они содержат колоссальное разнообразие вкусов, ароматов, всяких консистенций, но законы остались неизменными. И сегодня мы по-прежнему можем сформулировать универсальное правило лучшего салатного винегрета. Он должен состоять из пяти базовых субстанций. Из чего-то жирного, из чего-то кислого, чего-то острого, чего-то соленого и чего-то сладкого. Жирное это всякие масла, пахучие, нейтральные, с фруктовым вкусом, или с острым, или почти горькие, или вяжущие, или пикантные, они бывают очень разные, мы уже их перечисляли. Одни в традициях Европы, другие в традициях Азии, все они в традициях Америки, в больших количествах. Кислое это или уксус, или фруктовый сок, лимонный, апельсиновый, виноградный, на ваш вкус, на ваше усмотрение. Острое это горчица, или хрен, или васаби, или чеснок, или просто какие-то разные перцы, специи, свежие, сушеные, толченые, большими кусками, как хотите. Соленое это либо просто соль, либо соевый соус, либо рыбный соус, либо вустерский соус, либо разные виды кетчупа, или может быть какой-нибудь рассол от огурцов, от капусты, от каких-нибудь других заготовок. И такая сладкая это мед, или кленовый сироп, или патока, или варенье, или сок каких-нибудь сладких ягод или фруктов. Все это смешивается, все это взбивается, и все это дает, как вы понимаете, тысячи комбинаций и пропорций. И все это подскажет вам ваш вкус и ваш опыт, и это огромное пространство для фантазии и для творчества. И это палитра, которая вам позволит выразить любые настроения, передать самые сложные послания вашим гостям. Вот вы можете этим удивлять сколько хотите раз. Никогда не повторитесь, никогда не соскучитесь, вам никогда не надоест. просто взбиваете эту волшебную эмульсию из одного жирного, одного кислого, одного острого, одного соленого, одного сладкого и поливаете этим какие-нибудь листья или хоть вареную картошку, что-нибудь более-менее нейтрального вкуса, что только оттенит этот ваш прекрасный, фантастический результат. Надо только набраться храбрости и надо быть уверенным, что вот эта философия вкуса вас никогда не подведет. А твердое знание универсального правила, на основе которого вы можете фантазировать сколько угодно, вот оно-то и гарантирует вам результат. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, Суть еды, поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна Суть еды. И без вашей помощи, хоть и совсем небольшой. Гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Спотифай, на Тюныне. Везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Бархоменко. Счастливых пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова